Катерин, 6. Инфляции не страшно, если 5-7 номер росте экономики. Триллион рублей в год, который платит бизнес, неизвестно на что тратится уже много лет. Навести порядок в этом не удается 4 года. Недавняя попытка договориться с Минфином тоже не увенчалась успехом, сообщил российской газете президент торгово-промышленной палаты, ТПП, РФ Сергей Катерин. Бизнес уверяет, что хороший рост экономики начинается с кредитов по 7%, а лучше с 5. Фото, Александр Корольков. И рассказал о тройном кольце проверок бизнеса, действующих законах времен Совета Комиссаров и о необходимости расширить функции Центробанка. Но начали мы наш разговор с профессией будущего. А креатив давать обязан. Отшумели выпускные баллы. Бывшие школьники выбирают профессию. На ваш взгляд, Сергей Николаевич, на что сейчас ребята должны настраиваться? Когда-то в экономисты рвались, в юристы. Потом все в инженеры пошли. Сергей Катерин, потом еще не наступило, не все в инженеры пошли. Но тенденция есть, вы правы. В технические вузы конкурс заметно повысился. Для новых налогов в ТПП предлагают на 10 лет освободить бизнес от уголовной ответственности. И в два раза на пять лет снизить штрафные санкции. Что в будущем? В мире все больше в силу цифровизации, роботизации человеческие ресурсы переводятся в сферу обслуживания. Сервис вот самое перспективное на долгие годы. Он будет расширяться, причем по всем отраселям. Обслуживание человека, техники, роботов, компьютеров, дорог. Всего. В Японии уже большая часть работников занята в сфере услуг, а не в производстве. И мы к этому неизбежно придем. Но какую бы профессию человек ни выбрал, везде очень востребованными будут креативные специалисты. И руководители, и исполнители. Мало просто иметь знания, навыки и быть профессионалом массам. Необходимо постоянно искать новые решения, развивать и себя, и дело, которому служишь. Минус. Матвиенко. С-кроу счета не должны создавать проблем малому бизнесу. Второе. Наша экономика все больше становится частью мировой. Нужно знать иностранные языки, чтобы общаться с коллегами. Мы были на всемирном форуме торговых палат. Там огромное количество россиян. Я думал, это иммигранты новой волны. Говорят, нет, приехали работать в майнинге, в угледобыче и так далее. Приезжают с семьями. Поработают, возвращаются в Россию. Бизнесу опять много легче. Труднее сегодня вести свое дело в России? Больше, меньше бизнес дает экономике, чем несколько лет назад. Сергей Катерин. Мы, конечно, развиваемся. Не сказать, что очень быстро. И это отражает рост ВВП. Проценты, к сожалению, совсем небольшие. Но таковое состояние дела в бизнесе. Движение есть, но не без трудностей, не без преодолений. Главная трудность, конечно, деньги. Сергей Катерин, да, финансы. У нас ключевая ставка ЦБ достаточно высокая, хоть и снизили ее недавно. И пока она такая, сложно говорить о серьезном развитии, бурном росте. Ведь банки в своих кредитных ставках отталкиваются от нее. И сегодня они в среднем от 12 до 15% и выше. А инвестирование начинается примерно при 7%. Если до 5% спускается, то уже идет бурное развитие. При нынешних банковских ставках какое-то промышленное производство, инновационное маловероятно. Еще для торгового капитала это допустимо, он оборачивается быстро. На наш бизнес не угодишь. Лет 10 назад, когда ставки были 25-26%, говорили, ой, нам хоть бы 10%. И мы всех завалим продукцией. Минус. Глава ЦБ РФ рассказала, что мешает российской экономике развиваться потом. За эти 10 лет изменилась стоимость электроэнергии, даже проезда по дороге для грузовиков. Выросли цены на все, чем бизнес пользуется. Если бы условия остались прежними, то и при 15% бизнес сегодня колосился бы. Так что ключевая ставка ЦБ один из ключевых вопросов, извините за тавтологию. Рост попал под инфляцию, но у ЦБ свои резоны. Ему инфляцию надо сдерживать. Сергей Катерин, вот в этом и вся проблема. Наш главный мегарегулятор отвечает за инфляцию, но не отвечает за развитие экономики. Не думаю, что это оптимальный вариант. Хорошо, инфляцию мы придушили, можем еще прижать. Но вместе с ней экономика еле тащится. Кому от этого хорошо? Скажете, всем? Цены не так стремительно растут. А доходы то падают, потому что экономика растет очень медленно. Нужно разумное сочетание инфляции, развитие экономики и ключевой ставки. Какую же оптимально высокую инфляцию можно допустить? Сейчас за 4% борются. Некоторые экономисты говорят, главное не двузначную. Сергей Катерин, мне кажется, этот вопрос пока серьезно не проработан на государственном уровне. Нет аналитики, насколько вообще повлияют на инфляцию различные инструменты финансирования. Нужны крупные масштабные проекты. Они сразу дадут толчок развитию экономики. Мы Олимпиаду строили было оживление экономики, потому что задействовали кучу предприятий, народу. Крымский мост, та же история. Сейчас о высокоскоростных дорогах идет речь. На одних суперпроектах тоже не проживешь. Да и много ли их можно реализовывать одновременно? Сами говорите, кредитные ставки высокие. Сергей Катерин, так у нас есть Фонд развития промышленности Общепризнанное объединение предпринимателей, самый успешный из институтов развития. Почему? Потому что он абсолютно прозрачный. 6% инфляции в этом, может быть, ничего страшного и нет. Если 5-7% будет рост экономики, считают в торгово-промышленной палате. Там решения принимают сами представители бизнес-сообщества. В том числе и председатель торгово-промышленной палаты. Мы знаем, какие проекты выдвигаются, как обсуждаются, как принимается решение. Да, для государства Фонд развития промышленностей инструмент не дешевый. На некоторые проекты деньги дают под 1%. 1. В то же время фонд не такой большой, чтобы разогнать инфляцию. Понимаете, есть инструменты, которые некритично действуют на инфляцию. И их достаточно много, чтобы более активно использовать ресурсы, которые есть у страны. Все в одни руки. И что мешает активировать эти инструменты. Сергей Катерин и инфляцией, и ростом экономки должен заниматься кто-то один-один институт. Тогда он смотрит и взвешивает, что, как и на что повлияет. Может, ничего страшного и нет, чтобы инфляция была 5-6%, если 5-7% будет рост экономики. То есть пора объединять ЦБ и Минэкономразвитие. А может, и Минфин к ним. Сергей Катерин, без фанатизма, пожалуйста. Думаю, расширенные функции должны быть у ЦБ, как во многих других странах, где мегарегуляторы отвечают и за развитие экономики. Минус. Обмен экономической информацией станет проще. И еще нужно думать, как заставить банки работать с реальной экономикой. Сегодня инвестиции от банков не превышают 10%. А деньги именно у них сосредоточены. Как же их заставить? Сергей Катерин, надо думать. Искать инструменты, налоговые в том числе. Если у вас средства просто лежат, а вы только со всей страны депозиты собираете, то какой интерес государству от этих денег? Значит, надо облагать налогами такую работу банков. И еще. У нас около 80% финансовых ресурсов банковского сектора сосредоточены в Москве. На все регионы приходится процентов 15-20. И поэтому региональных банков раз-два и обчелся. У нас в половине субъектов, может, где-то в третий нет своих банков. Только филиалы центральных. Это тоже перекос. Так, может, они конкуренции не выдержали. Сергей Катерин, если мы такие условия будем создавать, то завтра все сведем к одному банку. А региональные банки решают местные вопросы, причем оперативно. Им не надо на каждый чих получать добро из головного офиса. Они хорошо знают местных клиентов, их платежеспособность, деловые качества, проекты, под которые берут кредиты. Значит, могут не задирать проценты, чтобы подстраховаться. Но у нас в регионах скоро не останется банков. Это неправильно. Кто потратил процент в ВПА, чем закончилось противостояние Минфина и бизнеса по неналоговым платежам? Сергей Катерин, ничем. Это вообще один из самых длительных вопросов, которые ТПП решает с властью. Минус. В Курске заготовят топливо для экономического роста. Как сегодня назначают сборы. Например, я владелец спорта. Решила, чтобы мы не за причал платили. И что? Я назначаю сбор, собираю, что хочу, то и делаю. Сергей Катерин, конечно. Тогда, может, Минфин прав надо переводить часть таких сборов в налоги. А часть в реестр. Вот вам и консенсус. Сергей Катерин, так мы не против. Давайте, переводите в налоги. Но тогда сделаем паузу, чтобы люди привыкали. На 10 лет освободим от уголовной ответственности. Дадим такой переходный период. Штрафные санкции не 20%, а 10. На 5 лет. Не хотите реестр? Тогда вводите контроль на федеральном уровне. На региональном, чтобы эти платежи больше не плодились. Чтобы прозрачно взимались и тратились. Задание для регуляторной гильотины. Совет комиссаров действует. Знаете, что меня еще волнует, Сергей Николаевич. Бизнес сейчас активно занимается поправками в законодательство, чтобы снизить бремя проверок. Это широко осуждается. Но ни разу не слышала, чтобы в дебатах участвовал кто-то из защитников прав потребителей. А люди справедливо боятся. Меньше проверок, меньше порядка. Боятся, что их начнут цинично обманывать или втюхивать некачественное. Сергей Катерин, все люди из бизнеса ходят в магазины. Ни разу не видела. Может, не в те магазины хожу. Сергей Катерин, не стоит иронизировать. Они же не с Марса получают продукты и едят. Я полагаю, что в одни и те же магазины моя супруга ходят и вы. И никто не враг себе и своей семье. Впрочем, первое и главное, о чем мы говорим, это даже не магазины, не сфера активного потребления. Это большая часть предприятий, которые занимаются повседневной работой, производят все, что угодно. Материалы, строят, стригут, моют и прочее. Как развивается в Новосибирске цифровая экономика? А я о чем? Все это должно быть качественным. Сергей Катерин, абсолютно точно. Я разве возражаю? Качество обязательно останется в зоне контроля. Избавиться надо от другого. Допустим, вы работаете в парикмахерской. К вам придут пожарные и скажут, здесь решеток не должно быть. Вы снимаете решетки. А завтра к вам придут из МВД и скажут, вас обворуют, у вас здесь касса. Вы наличные деньги принимаете. Поставьте решетки. Это, во-первых. Во-вторых, к вам могут прийти с разных уровней и даже ведомств проверять одно и то же. Частоту, безопасность и прочее. Еще и с разными требованиями. Сергей Катерин, бывает и такое. Но это те, кто официально ходит. А к вам могут прийти без всякого уведомления, особо не афишируя, условно говоря, тот же участковый или еще кто-то. И сказать, мы тут решили проверить. Вы же не читаете все до одного документа, потому что их миллионы этих надзорных и контрольных показателей, которым вы должны соответствовать. Вы на слово верите, что они имеют право проверять. А потом выяснится, что вообще к вам не имели права приходить. Ну да. Им просто нужно было машины новые купить. Сергей Катерин, нужно было с вас деньги получить. От таких проверяющих, от не внесенных ни в какие графики проверок нам очень серьезно помогают отбиваться генпрокуратура и прокуроры на местах. Минус. Глава Киргизии призвал модернизировать экономику и страну. Сергей Катерин, 4. Анахронизм норм. Мы тут готовились к круглому столу по пожарным, проводили его в Туле. Посмотрели, какими документами они руководствуются. Нашли действующий сегодня свод правил по противопожарной безопасности в кинотеатрах, утвержденные еще Советом Народных Комиссаров. И с юридической точки зрения вы должны соответствовать этим требованиям. Сейчас массу советских норм отменили. Но накопились новые. Многие из них тоже устарели. Поменялись технологии, материалы и прочее. Когда с помощью регуляторной гильотины мы отсечим все лишнее, что было раньше и стало сейчас, перелопатим на современный лад, определим для каждого ведомства его направление деятельности и зону ответственности, неизбежно должен сократиться и чиновничий аппарат, который занимается контролем и надзором. Следовательно, и затраты государства на содержание такого аппарата. И самое главное это экономически облегчит жизнь бизнесу. Потому что каждая проверка куча времени, которые должен посвятить ей не только руководитель, но и его сотрудники. А время, как бы банально это ни звучало, деньги. Но есть и пятая проблема бюрократии. Куча отчетностей по разным направлениям. На наш взгляд, там достаточно много того, что можно упростить без каких-то потерь для государства. Экономика, макроэкономика, госфонды и контрольные органы, Центральный банк, фонды, Ассоциации и союзы Торгово-промышленная палата России.